Про него говорили в глаза и за глаза гений. Вообще для Нуреева не было ничего святого, кроме одного – классического танца. И именно этот человек 16 июня 1961 года совершил гениальный кульбит. Но тот прыжок свободы в парижском аэропорту Ле-Бурже и был волей судьбы. С того дня Рудольф Нуреев постепенно обретал то, что в принципе мог и не обрести, и одновременно терял то, что в принципе мог бы не потерять. То и другое длилось всю его оставшуюся жизнь. До самого последнего дня. У него всегда была ностальгия по России. Когда его мать умерла, он позвонил одной русской подруге, жившей на Пятой Авеню. Они встретились, и в тот же вечер пришел Барышников. В тот момент ему нужны были только русские друзья. Жизнь, которую он прожил, и жизнь, которую он мог бы прожить, несопоставимы. Да, он и не сопоставлял. Там, где было сердце, всегда жила боль.